здравствуйте друзья сегодня продолжение того же разговора много будем говорить о вещах насущных вебинар построен на ваших письмах значит одна из моих самых любимых дочек гречешникова татьяна Александровна перед вами господи где моя молодость так значит я его слоу кусочки мажорского абрикоса еще может каких-то не помню результат вы видите если это особые люди вот одна перед вами комментарии нужны надеюсь нет вот это вот грядка или как ее назвать то многие называются школка это опять прощенные мои абрикосы теперь я скажу казани априкосовый сад 10 сортова сайте самого сайте академик 40 сантиметров так олесников антон казань специально вот его телефон видите когда-то и он вам подадлится телефон не только жителям это татарстана но и гораздо гораздо шире вот схожесть вы видели ольга латинкова кто из вас не знает только это как бы передо мной считаются люди кто и не знает догадайтесь латинков юрий мой друг это это человек теперь уже можно смело говорить легенда потому что он теперь живет в райском саду там на небе вот уже решила продолжить его дело вот я решил поддержать и выслал ей косточки для поддержки это подвойные это манчжурские это вот это вот это ну до начала неплохо но у неё помощь замечательный сейчас еще раз познакомлю кто еще не знает итак в реках все наши добрый день косточки которые отправляли разошли ухаживаем пропалым поливаем огромного спасибо далее идут прививки по прививкам отчитались вот 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 я еще ченки выслал вот 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 это мои черенки привившиеся всем поздравляю вот это сладкая палец к значит на всякий случай на всякий случай письме было написано этого черенок персиков а сански планета привил на плату значит они прижились огромное спасибо значит небольшой комментарий огромный опыт это один из самых талантливых садоводы не только садоводом инженеров нашей россии теперь он занимается полотною кстати видите персики у них есть слава богу теперь я сама вам скажу всяко было в жизни вот и меня упрекали зачем ты лезешь в чужие дела какие они чужие знаете я должен сказать пару слов на то что валерий санчан один из тех кто изобретатели ценных почему с удовольствием раны 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 это страшная вещь а тут еще научили людей прям все миллионы людей научили и делать специально специально для торгашей потому что после этого дерева загибается как быть замазывает лечит 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 из много народных способов мешает кровь и дерьмо комнате и кончая современным способом купить эту баночку тайна не написано ранее отримажьте другое дело что я самым эффективным средством с тех пор до сих пор я считаю лак мастику долна выскажите надоелся несколько раз говорил ну еще а главное не это знаете вот я провожу вебинар нет семинар в этом селябинске и привез сюда эти самые семена на продажу дорогу надо мне же никто не оплатил дорогу пригласить пригласили а то что нам за дорогу платить надо как-то забыли сказать все за мой счет на это нас крепкая троица мы уже дружили один кофту на то я это прям не разве вода и тогда значит жертвуя тем что другие сидели в зале развеси уши пока я 8 часов легче читал до 2 дня он взялся продавать эти вы знаете передо мной отчитался за каждый рубль он мог ну не половину 4 сейчас вот просто взять положить карман себе вот и сделать лишь и таки было привыкли что у нас нас и дурят на миллион на миллиарды как-то в это ведут такой абсолютно крат всех с каким трудом мимо вручил какую-то по тем временам средненькую сумму тысячи рублей в качестве комиссионных с таким трудом что это чуть не поссорились вот это есть настоящий человек вот это я хотел сказать почему да потому что дай ему в общем много лет активной жизни чтобы вы знали что у нас как-то она подбирается подбирается мошенник мошеннику порядочью порядочью вот ну а тебе оля я тебя дочкой называю вот считай что у тебя уже видите сколько папа 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 мне кажется тебе повезло вот живу за границей все еще письмо родом из Саногорска думаю немного денег по заработать купить хакаси землю следующем году чтобы заняться земледелем помню в детстве систем была засажена не видится это хорошим делом плохо помните степь страшная у нас степь не хочу про нее говорили только такого наговорил ужас пришли что-то вас где подвела память детстве вот знаю что растительная система сохранилась не сохранилась мертвая стоит климат более чем позволяет врачу только овощи но и фрукты извините изменился прямо я привожу только такой пример значит якобы при царе горохи значит выращивали арбузы и аж баржами их возили по енисей когда сюда приехал ничего этого нет кроме среднеазиатских арбузов ну иногда доходит до нас эти самые астраханские то под вопросом сейчас любой арбуз хоть средней азии хоть как называют астраханский вот тоже непонятно откуда а вот местных помню один год вдруг взялись выращивать появились много продажи в открытой продаже на рынках небольших вот таких арбузиков местных видно что местные не самые сладкие не самые дорогие затея себя не оправдал так что особо нам хвастаться нечем в этом плане из садоводства у нас все время на грани вымирания понимаете если бы я сказал у нас так все замечательно у нас было замечательно чем будем дальше говорить гробят же крови за все люди ладно бы там это какой-то мамой прискакал но и своими руками гробится все это понимаете собственными руками жутко смотреть что творят случайно увидел вас на ютубе думаю мне повезло вас найти а может не повезло сидели бы все там этим ваших палестинах думаю мне повезло поскольку вы можете поделиться со мной дельными советами как профессионал своем деле знание я не профессионал любитель этим ты отличаюсь от этих профессионал вас научит так что у вас не будет ни денег не принято не этих самых не садов ничего потеряны воду нету у нас профессионалов специалистов нету только такие как это а проехали вообще вообще я думаю оборачивание тыквы других неприхотливых овощей вырастите тут ой как они растут как они только посади это ужас какой-то вот что вы с ней потом делать будете или уже заводите скотину чтобы скормить было потому что кому они однако считаю большим упущением не посадить на гореть не сантиметрики возраст с удовольствием еще и возможность есть но допустим вы приехали сказали давайте встретимся давайте несколько раз я возил по по это самая по садам ой нет ни за слов применил поселок она все говорит у меня нету денег потом я в пределах 50-100 километров куда подальше в тайгу очень-очень дешевые дома но там уже и высадить сад почти невозможно узкая полоса 40 километров право бережье и левое бережье вот потом еще ближе к бакану там тоже есть отдельная как бы это уже не региона региончики на тебя всегда это сама набирался статистики как приезжать человек откуда оттуда это у нас саду не приезжает сюда бах гора самохвал а у нас там физи не указывать деревне абрикос вы скажем доме абрикос вот этот момент а потом еще это деревня по стене опять абрикос не не каждому знаете когда кто-то сделал такой снимок сверху сейчас далеко делается и вот они белая цветущие абрикосы не в каждом саду и пусть скажем 5 но есть уже есть на бокам не греет далековато табаками и получается что возможности китае есть и все равно возможности ограничены потому что людей научили убивать деревья вот получается что если вы или я вам покажу что сейчас здесь будет расти и даже не подходи к нему и даже не утеплять вот но я пытался прикупить участок 11 суток за миллион сто не электричество даже заборами тут 11 суток миллион сто я отступился вот так бывает а там действительно берите не все рядом борт красотища вот я так с вами говорю как с нормальным человеком надеюсь вы меня слышите смогу помогу вот самое обидно как она бывает жизни 8 месяцев прожил у меня мужик в косо я с женой поссорился денег ограничено все-таки возил по этим самым даль дальней деревне все-таки по дешевке купил дом тысяч по моему за 200 вот ну такой не хорошо что далеко значит дешево проходит пара лет до меня жил за 8 лет я хожу не прибрался и уехал не приобрался и ни разу и постельник поменял а потом через два года на жигуленке продает мед молодец все вы ничего подошел много меду там десятки банок подошел к нему специально меня за 200 рублей баночку взял он нету 200 рублей представляете взял у меня эти 200 рублей все равно забываю таких случаях города приезжайте ладно помогу ну а что касается земли раньше наши люди умирали москву защищали сейчас защищают а уже наоборот родину от нас людей защищают как нету для вас земли нету для нас россиян нету земли обидно страшно купленную кем-то землю перекупщикам отдай миллион сто за десять суток вот а рядом все что за это погибает земля 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 сельхозного значения погибает как земля погибает это хорошо нам собственно нужны насколько на траву